Ватсап, мои дорогие друзья, с вами я, Трипал, и в сегодняшнем видеоролике я бы хотел вам рассказать о всех оружейных модификациях в обновлении торговли оружием, а также обсудить награды за прохождение тиров в GTA Online. Да, делаю я этот ролик с небольшой задержкой, но тем не менее, не забудьте поддержать меня лайком, и если вам по силам набрать 2000 лукасов, то давайте это сделаем, и я сразу же выложу новый видеоролик специально для вас. В общем, давайте начнем. Итак, с выходом нового обновления торговли оружием для GTA Online в игре появилось огромное количество нового контента. Так как обновление направлено в большей степени на, так сказать, военную тематику, то Rockstar не забыли добавить для игроков также кучу новых модификаций для различного вооружения в игре. Однако, все эти модификации открывать вам придется довольно долго, что уж тут поделать, так что я решил взять на себя ответственность заснять для вас обзор на все эти модификации для оружия в GTA Online. Давайте же рассмотрим, что приготовили нам разработчики на этот раз. Прежде чем мы начнем рассматривать модификации для оружия, нужно указать парочку требований, которые позволят нам производить эти самые модификации. Первое требование заключается в том, что ваш подвижный командный пункт должен быть оборудован оружейной мастерской, так как модификации из нового обновления производятся исключительно в вашем передвижном командном пункте. Второе требование заключается в том, что вам нужно будет приобрести для каждого модифицируемого оружия специальное обновление MK2 в разделе мастерской. После покупки вам откроются новые модификации, но некоторые из них придется разрабатывать в бункере, управляя сетью Disruption Logistics. Итак, теперь когда мы разобрались с формальностями, можно перейти и к главной теме ролика. Оружие станем рассматривать начиная с самых легких образцов, то есть с пистолетов. Итак, на пистолет у нас имеется один вид фонарика, также один вид прицела и два вида дула, среди которых глушитель и компенсатор. Также на пистолет можно нацепить уйму различных раскрасок, среди них цифровой камуфляж, масковый камуфляж, лесной камуфляж, череп, сосанта новая, персеус, леопард, зебра, геометрический и раскраска бум. Ну и теперь переходим к пистолету-пулемету. У него имеется один вид фонарика и три вида прицелов, среди которых голографический прицел, маленький прицел и средний прицел. Переходим дальше и видим здесь огромное количество различных дул, среди которых глушитель, плоский дульный тормоз, тактический дульный тормоз, утолщенный дульный тормоз, точный дульный тормоз, тяжелый дульный тормоз, скошный дульный тормоз и также щеловой дульный тормоз. Ну и конечно же на пистолет-пулемет также можно напустить и два вида стволов, среди которых стандартный ствол и тяжелый ствол. Что касается раскрасок и рассветок, то они абсолютно точно такие же, как и на обыкновенном пистолете модификации МК-2. Далее по списку у нас идет штурмовая винтовка и на нее можно нацепить один вид рукоятки, также есть один вид фонарика и три вида прицелов, среди которых голографический прицел, маленький прицел и большой прицел. Естественно на штурмовую винтовку также можно нацепить и огромное количество различных дул. Ну и конечно же на штурмовую винтовку также имеется стандартный ствол и тяжелый ствол. Что касается раскрасок и рассветок, то тут в принципе ничего нового, на всех оружиях модификации МК-2 они абсолютно одинаковые. Переходим дальше и видим здесь винтовку автомат, на нее у нас есть один вид рукоятки, также один вид фонарика, три вида прицелов, среди которых голографический прицел, маленький прицел, а также большой прицел. Также как и у штурмовой винтовки, здесь есть огромное количество различных дул. Что касается стволов, то их тут также два, стандартный ствол и тяжелый ствол. Ну и раскраски с рассветками абсолютно точно такие же, как и на всех остальных оружиях модификации МК-2. Переходим дальше и видим здесь тяжелый пулемет. На него у нас есть один вид рукоятки, также три вида прицелов, среди которых голографический прицел, маленький прицел и большой прицел. Ну и естественно на тяжелый пулемет также есть и огромное количество различных дул. Что касается стволов, то их тут два, стандартный ствол и тяжелый ствол. Ну и конечно же раскраски с рассветками абсолютно точно такие же, как и на всех оружиях модификации МК-2 из нового обновления торговля оружием. Переходим наверное к самому интересному, это модификации на тяжелую снайперскую винтовку. Среди модификаций имеется четыре вида прицелов, среди которых увеличивающий прицел, улучшенный прицел, прицел ночного видения, а также прицел тепловизор. Что касается модификации на дуло, то тут есть глушитель, квадратный дульный тормоз, а также конический дульный тормоз. Ну а стволов опять же два, среди них тяжелый ствол и стандартный ствол. Ну и соответственно раскраски с рассветками абсолютно точно такие же, как и на абсолютно всех других оружиях модификации МК-2. Теперь же друзья, давайте обсудим новые типы патронов для оружия. Помимо всех новых перечисленных выше модификаций в обновлении торговли оружием для GTA Online, также появились специальные типы патронов для всего вооружения. Первый тип патронов это трассирующие пули. Пули с яркой видимой окраской, которые соответствуют рассветке вашего оружия. Кстати, количество патронов не уменьшается и остается стандартным. Переходим дальше и второй вид пуль называются зажигательные пули. Пули у которых есть шанс поджечь цель при попадании. Обладают уменьшенным количеством патронов и установив магазин с такими пулями на тяжелый пулемет, у вас есть возможность зажечь цель прямо с первой пули. Кстати, зажигательные пули обладают красным окрасом. Третий же вид патронов называется экспансивные патроны. Они у нас зеленого цвета и они увеличивают урон по целям без натильной брони. Обладают уменьшенным количеством патронов и можно использовать только в пистолете, либо же в пистолете-пулемете. Переходим дальше и четвертый вид патронов называются патроны CMO. Они у нас фиолетовые и они увеличивают урон по транспортным средствам. Также пробивают пулеустойчивые и пуленепробиваемые стекла у автомобилей и даже укурумы. Кстати, обладают эти патроны уменьшенным магазином. Переходим дальше и пятый вид патронов называются бронебойные патроны. Они у нас синие и их задача увеличивать пробивание натильной брони. К слову, установив эти патроны у вас уменьшится магазин. Ну и последний шестой вид патронов называется разрывные патроны. Они у нас желтого цвета и их особенность заключается в том, что они взрываются при попадании в цель. Кстати, количество патронов с этими пулями резко уменьшается. Ну а теперь, друзья, давайте обсудим предназначение нового тира. Как мы знаем, в дополнении торговли оружием вы можете проходить в тире особые испытания, за выполнение которых вы получите множество особых наград. К каждому модифицируемому оружию прилагается по три уровня испытаний, среди которых легкое, среднее и, соответственно, сложное. Давайте же рассмотрим, какие награды можно получить за прохождение тира. Итак, выполнив первый уровень в тире, вы получите доступ к двум особым раскраскам для оружия, среди которых золотой металлик и платиновый металлик. Поборов же второй уровень в тире, вы получите возможность носить с собой больше переносимого метательного оружия, а именно на целых 5 единиц. В этот список входят гранаты, бомбы-липучки, слезоточивый газ, коктейли молотова, самодельные бомбы, а также неконтактные мины. Ну и завершив третий уровень испытания в тире, вам откроется новая одежда. В этот комплект одежды входят 3 кепки, 6 футболок, а также 3 толстовки. Ну а на этом, друзья, у меня все, вот такой вот получился ролик. Честно, я очень сильно над ним старался, поэтому оценить его лайком для вас это совсем не сложно, для меня это просто безумно приятно. Также, друзья, не забывайте нажимать на красную кнопку под роликом и подписываться на канал, ведь это не пустые слова, это очень важно. Я это говорю не просто так из ролика в ролик, действительно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Что касается моей группы по прокачке, то, ребят, тем, кому нужна накрутка по самым низким ценам, накрутка денег, опыта, скиллов, тюнинга и так далее, обращайтесь в мою группу, ссылочка будет в описании под роликом. Сделаем вам все просто безумно быстро и безумно качественно. В общем, ссылочка будет в описании, обязательно переходите, вступайте и заказывайте накрутку. Ну а на этом, ребят, у меня уже точно все, все остальные важные ссылочки на мои соцсети будут в описании под видосиком. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!